Их работы удивили ученых Малой Академии Наук, а результаты Олимпиад вывели Харьков на первое место в стране по интеллектуальному уровню. Более 180 харьковских школьников оставили позади учеников лучших столичных гимназий и частных школ. Мне правда очень помогало то, что я чувствовала за собой поддержку взрослых, родителей, учителей. Они делали все возможное, чтобы показать мне, что мои успехи важны и значимы. И, конечно же, это вселяло в меня уверенность, давало мне силы, мотивировало желание учиться. Львиную долю вундеркиндов воспитала 45-я гимназия. Ее школьники проявили себя в физике, математике, языках и естествознании. Евгения увлекается живописью. В своей работе на конкурсе Малой Академии Наук она изучала творчество львовского художника Игоря Горина с символикой средневекового мастера и иронима Босха. В их работах школьница увидела много общего. Однако смысл в одни и те же образы художники вкладывали совершенно разный. Сама уже практически студентка Харьковской Академии Дизайна свое будущее видит только в Украине. Украинский дизайн имеет очень большой потенциал и я бы хотела, конечно, принести что-то для своей страны. Возможно создать какой-то стартап или полезное приложение для других людей, чтобы людям жилось лучше. Юные вундеркинды готовы свои знания вкладывать в будущее развития страны, но, говорят, для серьезных исследований в школах не хватает лабораторий и современного оборудования. В Украине должны говорить больше на международной арене. Это культурная сфера, у нас очень одаренный народ, и это тоже заслуга наших школ. Они действительно развивают творчество в наших людях. В какой-то степени это различные отрасли промышленности. Всего Харьков выпустил более 6 тысяч школьников. Из них более полутысяч закончили учебу на отлично. Анна Василенко, Игорь Новиков, Агентство телевидения новости.